Немецкая полевая кухня, и мы, хлопцы, чистили немцам картошку. И мой друг играл на балалайке. И немец Франции его звали, помню сейчас, и говорит, он чуть-чуть разговаривал по-русски, и говорит, ты будешь играть, шпилин, играть, а я буду петь. А ну, давай. Это русиш-русиш, онзер-мотер, вольга-вольга, вот я запомню слова. Вольга-вольга, значит, наша русская река, это немцы пели вот эту вот, такую песню. Ну, нам давали кости, жить можно, жить было неплохо возле кухни. Свиней провозили, котел у них стоит, котел, вода кипит, свинью они подцепляют лебедкой за ноги, котел опускают, проварится она, шерсть скребает, а нас, пацанов, заставляют щетинка до щетинки связывать у пучочки. Это у немцев пунктуальность была. Так, мы это, это помнится хорошо, помнится. Ага, и стояли, уже в 42-й, на 43-й год стояли, у нас там креница, стояли немцы, и мы ходили туда им мыть котелки. Немец поесть, а нам котелок, чтобы инвашин, это вашин мыть, стирать, помыть, а там остается чуть-чуть, первого, второго, и мы на этим питались. А в 43-м году стояли по улице, не знаю, как они попали сюда, это танки, окрашенные в желтый цвет, а на танках нарисованы пальмы. Но я понимаю, что это войска, что в Африке против Ромеля там воевали, не знаю, каким образом их переправили сюда, на фронт против русских, но танки стояли, очень много танков, даже не успели их перекрасить, танки с пальмами в желтый цвет. По-моему, англичане раздолбали там Монгомер был в англичане, главнокомандши, а Ромель был у немцев. Их разбили, и они успели эвакуировать эти танки и привезти сюда на помощь своему фронту. Сталинградском автофронту привезли танки. Было много самоходок, ну, это называется Фердинанд, они назывались, самоходная русенечная установка, без брони, а пушка громадная, танкисты в черном все одеты. Стояли на улице мертвая голова, на петлицах и на этом, ну, символ кости, череп и скрещенные кости. По улице много и много стояло их в 43-м году. Что еще особенно заметилось, когда клуб работал у нас, клуб, показывали немецкие фильмы, хронику немецкую показывали, то прилетал, ну, как у их называется, гаулятер, и сейчас где у нас, это, то ли гостиница, то ли этот пункт стоял, там площадка, как стадион. Садился немецкий самолет, Таубе называется, то монокрал два крыла, а у них одно крыло. И выходил с их в черном, в коричневом мундире, его немцы, Зихай. А на 1 мая, как они празднуют 1 мая, мы в советское время так его не праздновали. Пора немцев в белых кителях. На стадионе играют в ручной мяч, не в футбол, они играли в ганнбол, в кителях, красиво, музыка, в Вагнера музыка, ну, такая, ихняя, что, она была запрещена в Советском Союзе. Ну, что, и шпацеры, молодые девушки немцам улыбаются, под ручку ходят, открыто, без всяких насилий, без всяких этих, открыто, свободно. Вот такие. Ну, а мы пели, хлопцы, молодые девочки немцам улыбаются, позабыли девочки о своих парней. Только одни матери, говорю, убиваются, плачут они бедные за своих сыновей. Еще такая была песня. Чуб под немку Катя накрутила, укоротила юбку до колен. Тогда ж юбки носила ниже колен сантиметров на 30. Укоротила юбку до колен, по-немецки Либен говорила, и научилась петь Лили Марлен. А еще, ну, когда освободили нас, когда отступали наши в 41 году, боже, боже, идут, ну, страшно смотреть, оборванные. В обмотках. Кто придумал эти обмотки? На ботинках обмотки Тули Суворов, когда через Альпу перелазил, намотать ее 15 метров на ногу в ботинках. Боже, больно на них было смотреть. Полоски, полуторки. Кони на полотняных полосках идут, отступали. Гроза для мессершмиттов, четверенный пулемет Максим. Гроза. Мессершмитт бронированный. И уж не берет ничего. Наши славные. Шок Чкалов делал рекорды. Ишь, что с 340 километров скорость и два пулеметика в ее стоять. Отступали немцы. Наши отступали. Перегнали коров, стада коров, баранов. Перегнали, отступили и вступали на следующий день немцы. Тихо, два-три дня, ухо дня. Боже, милостивый. Бронетранспортер. Впереди колеса, сзади гусеницы. По бокам обшито броней. Сидят они касками одеты. Только дуло автоматом. Не убьешь, не прострелишь. Сочат немцы проходят. Повозки, боже. Повозки, колеса диаметром полтора метра. Полтора метра колеса сручные, покрашенные. А че так полтора метра? Она же через огонь проедет. Полтора метра, она же проедет. Лошади, мулы. Что интересно, увидели впервые мулы. А бельгийская лошадь. Копыта как ведро. Копыта как ведро. Бельгийских лошадей было очень много. И шо спасибо не... Это первый раз налетел наш самолет, бросил две бомбы, побил лошадей. Так запаслись и татары русские на зиму коньяною. Хорошо. А дальше едут, войска идут. Шо щас запомнилось. У них на пилотках цветок. Цветок. Сейчас я знаю, что это Айдельвейс называется. Горная линия на пилотках. Эти. Дальше идут, кажущие, еще другие. Ну, рода войска шли. А, ну, пушки у них. Не пушки, а зенитные установки. Мама моя родная. Стволы, два ствола. Я их во дворе видал, что стояли. Шо стреляют патронами. Устанавливается дистанция, что сбивают самолеты. А вот уже, когда пришли наши наступали, уже в 43-м году, то уже была большая разница. Студебекер американский. Сзади пушка. Сзади их 45-ка. Сзади другая. Сзади и только никаких полутора. Только американские. И пушки. И это. А и самолеты. Самолеты начали американцы же поставлять. Стали Лавочкины выпускать. Лавчунф. Этот. Это ж с немецкого сняли копию с Мистершмита. Лавочкин. Потом еще какой-то. Ну, в общем. Ну, а потом уже посещая библиотеку, я узнал. А, нет. Мой брат. Мой брат. Двоюродный. У меня было два брата. Значит. Один. Леонид служил в СМЕРШе. Начиная от приказа 227, он же стрелял своих солдат. Он, кто отступает, стрелял в спину. Леонид, его звали Григорьев. Это мой двоюродный брат. Один брат Тима был артиллеристом, погиб под Латвией. Это достоверно. Ну, Леня после окончания войны служил в особом деле в Ростовском университете. Он не остался без дел. Вот это вот. Родной брат. А второй брат мой. Тоже Вася. Двоюродный брат. По материнской сестре. Этот. Линии. По материнской сестре. В СМЕР. В СМЕР. В СМЕР. Окончил Грозненское военное училище. Получил звание лейтенанта. Лейтенанта. Вот что хочу я это подчеркнуть особенно. Звание лейтенанта. Война началась. И его под Смоленском ранило. И все. Пропал. Нету. Приходят немцы. И он приходит сюда. Рана была у него выше бедра. Нога стала короче на 4 или на 5 сантиметров. Его подобрала какая-то украинка там. Выходила. Вылечила. И он возвратился домой. Сюда. Возвратился. Наши приходят. Освобождают. И он поступил работать на пекарню. На пекарню. И на пекарню. Ну молодой лейтенант. Где-то взяли две буханки хлеба. И его судить. Дают 10 лет ему тюрьмы. Он говорит. Я лейтенант. Я хочу искупить войну. Вину. Пошлите меня. И его посылают в штрафной батальон. Так вот, какой парадокс. Один брат по дяде служит в СМЕРШе, Леонид Григорьев. Второй брат, Василий Ефимович, попадает в штрафной батальон. Ну вот, посудите, как жизнь может свести. Свести, как случается в жизни это дело. И он получает первое ранение. Реабилитирует. Списывает его. Потом он кончил институт. Все меня учил. И проценты учил. Агру мне помогал учить. Когда я тоже после пяти классов окончил десять классов. Ну я же дома занимался. И вот Вася кончил этот. Преподавателем был лет двадцать. В горном техникуме. Леонид тоже долгое время был в особом отделе Ростовском. Государственном университете. После распада Советского Союза он ушел на пенсию. Тоже благополучно дожил свои дни. Это мои братья. А еще, а еще интересно, Андрюша. Что интересно. Мой батька, мой отец, ну вот сирота, бедняк, в комбедах был, раскулачивать ходил. Понимаешь, ну по такому пути пошел. А у моей подруги, моей жене, дорогой, дедушка, был тоже раскулаченный. Раскулаченный. А когда пришли немцы, он свое забрал. Забрал свою маслобойную, Алийник его, кличка была, Алийник. Моей родной жене. Вот мы с ней живем. Ага. Живем 60 лет, в Словате Господи. Алийник. Он с немцами сотрудничал, немцы наши приходят, и ему четвертак. Ну он не продавал, не стрелял, а просто завладел своим имуществом. Дает 25 лет. И Валя ездила к нему в тюрьму, ездила бабушка. Ну, в 56 году Никита Сергеевич Рей обвизитировал лица, что сотрудничали с оккупантами. И дедушка приходит назад домой. Назад домой. А ведь на шахте ничего. А, и что интересно, такие люди, вот их назывались, это же люди, которые умели жить, умели делать все. Вот он пришел, я сейчас, я уже на шахте работал, а он пойдет, столовая, насобирает шкорок, шкорок картофеля. Дома сделал такую вертушку, прокрутить их, помоить, сделать крахмал, бурячным соком закрасить, на базаре продает кисель. Дед, ну уже тогда же он был этот. А Валя, он так и умер на денера был, да, дед? Нет, ну колхозник. А? Он же колхозник, он в колхозе работал. Не, ну, даже пенсии ему ничего не давали, ради бога. А приехали сюда же, в возрасте уже стоил тут на работу. Да, 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 ну вот тоже мельшкорки тер, продавал, там щетки делал, соберет мешки старые, раздерет, сделает щетки. Ну, люди, люди умели жить. А, вот такие Андрюша пирожки у нас секретные. Не секретные, это достоверно. Это, это же история. Дороги, вот так поливай, молодец.